Господь Великий Ты выше, Господь, и Ты дал нам веру, чтобы и мы были выше всех ситуаций или обстоятельств в этом мире, Господь. И пусть наша вера, Боже, пусть Твоя вера в нас поднимется еще сильнее, еще крепче, потому что Ты находишься над всей ситуацией, и Ты дал веру своим детям, сынам, дочерям. Ты дал веру, смотреть глазами веры в будущее, и не бояться, и не страшиться, потому что мы верим в Тебя, Господь. Мы Твои дети, и Ты живешь в нас, а тот, кто в нас, Он сильнее того, кто в мире. И мы благословляем Тебя, наш Небесный Бог, мы благословляем Тебя, наш Господь. За то, что Ты сильнее, за то, что Ты живешь в наших сердцах, за то, что Ты здесь, на этом месте. И Ты в каждом доме, кто сейчас тоже смотрит сегодня это служение, что Ты всегда с нами, Господь. И также я молюсь, Господи, за наших детей. Пусть наши дети, они станут рядом возле родителей. И сегодня это молитва за наших детей. Благослови, Господь, Твоей силой, Твоим Духом. Благослови каждого ребенка. Благослови, Господи, каждого сына, каждую дочь, каждого ребенка с Твоим святым присутствием. Боже, пусть ничто, Боже, не украдет у них эту радость. Радость детства. Радость, которая есть у детей. И тей радостью нам нужно учиться. Благослови наших детей. Во имя Ишоу. Давайте мы возложим руки на наших детей. Мы прикоснемся к ними, просто благословим их. Скажем, будь благословен, сын. Будь благословена, дочь. Во имя Ишоу. Аллилуйя. Амэн. Шаббат шалом, дорогие братья, сестры. Сегодня хорошее время. И давайте мы помолимся перед чтением Торы. Баруха Та, Адонай, элехейном элехалам, ашер бахарбану, микой хаамин на танлану от Тора то. Баруха Та, Адонай, на тенна Тора. Благословен Ты, Господь, Бог наш, избравший нас из среды Твоего народа и даровавший нам Тору. Благословен Бог наш, даровавший Тору. Амэн. Слава Богу, сегодня недельная глава Торы называется «Тазрия», что означает «зачнет». Это книга Ваекра, 12 и 13 главы. И после закона о чистой и нечистой пище излагается закон о чистых и нечистых людях. И 12 глава, она говорит о законе церемониальной чистоте женщин при деторождении и об их очищении. И 13 глава, она также повествует нам, тоже рассматривает закон о церемониальной чистоте, нечистоте, которая называется проказа. Конечно, в это время хотелось бы говорить немножко о другой теме, но поговорим об этой. И этот закон, он обширно и детально говорит о ней. И давайте мы посмотрим, как священник, он определял проказу. Вообще еврейское слово проказа называется цараат. То есть это означающее приобрести кожное заболевание. И оно еще имеет смысл не только на теле, оно имело как бы такое распространение вне тела, на вещах и на том доме, в котором ты жил. И как священник мог определить проказу? Если это была опухоль или лишай, или яркое пятно, это с 1 по 17 стихи, если это был нарыв, если это был ожог, если это была язва на голове или бороде, и так же, если это было яркое пятно, и если оно появлялось на лысой голове. И я бы хотел, чтобы мы вот в 13 главу именно разобрали именно два аспекта этой главы. И первый аспект, он говорит о том, что относительно Писания, ну, священного Писания, когда мы читаем Писание, то проказа, она не являлась болезнью. Она являлась нечистотой. И в Священном Писании мы видим, что Ишова, помните, когда приходили к нему прокаженные, там не сказано, что он их исцелял. Написано, он их очищал. Пример, да, 10 прокаженных, помните, он их очистил, пришел один, потом еще пришел. И написано в Писании, нигде не указано, что он исцелял прокаженную, он их очищал. А так как она считалась нечистотой, то ей занимались не врачи, а священники. И это говорит о том, что это была духовная проблема, которую мог увидеть только священник, ну, как духовный человек. Хотя и духовное, и физическое тело, да, написано, что мы, да, три-един человек, да, дух, душа и тело, но мы понимаем, что многие, да, болезни, ну, если касаться болезни, да, они проявляются именно, когда у человека не в порядке что-то с духовным состоянием или душевным состоянием. И это проявляется на физическом уровне. Поэтому, конечно, оно все связано. Вот. Поэтому, что священник делал? Да, священник сначала осматривал человека, и при осмотре, если он выявлял проказу, то он отправлял его за стан, так называемый карантин на определенное время, то есть на семь дней. И через семь дней, да, проходило семь дней, он потом опять осматривал. Если он ничего не находил, если он видел, что проказа, она не разрасталась дальше, то он находился еще семь дней, а потом этот человек, он, священник, объявлял его, ну, чистым. Если проказа не сходила с него, он опять определялся на карантин. И так как это духовная болезнь, она не проходила сама по себе. И, вы знаете, это было, ну, это было нелегко. То есть находиться на карантине, это было нелегко. Проказа, это был несчастный человек, он жил вне стана, в разодранной одежде, и всякий раз он мог говорить, да, там, ну, или кричать, нечист, нечист. Вот сейчас, конечно, мы живем в такое время, что если там, мы там чихнем нечаянно, то все-все разбегутся. Вот, ну, в такое время. Но тогда это тоже было такое время. И здесь врачи были бессильны. Я очень с уважением отношусь к нашим врачам, и сегодняшняя наша медицина, она на высшем уровне, и благодаря врачам они спасли многие жизни, и борются за, также за многие жизни. Но в данном моменте, как бы в данном моменте здесь медицина была бессильна. И эту проблему мог решить только человек, находясь в этом изоленном, ну, месте, где он мог спрашивать у Господа, ну, что происходит. Он мог находиться в это время и спрашивать у Бога, что происходит. И когда налаживаясь отношения с Господом, то проказа на уходила. Поэтому в этой главе очень много там уделяется. Для чего? Для того, чтобы все-таки священник, он мог определить. Потому что было разных, и других просто было, разных болезней, не являющиеся проказы, да, или что-то еще. Поэтому очень много этому уделялось время. Итак, первый аспект, да, то есть мы должны понимать, что проказа, она не являлась болезнью. Это была нечистота. Вот. Второй момент. В результате чего человек мог заразиться проказой. Если мы читаем Писание, да, то проказа, она являлась как наказание от Господа за определенные грехи. Все мы знаем пример с Мирьем, да. Когда Мирьем, то есть у нее была проблема, то есть она возроптала на Моисея. Почему он такой великий? Почему только он мог с Богом общаться? Вот. У меня тоже есть определенные таланты. У меня есть дар пророчества. Вот. И это был определенный ропот. И мы знаем, чем он закончился. Ситуация с Гиезией. Мы тоже знаем, да, что через обман крыстолюбия, когда Нейман очистился, он захотел взять, за то, что он очистился, захотел взять такую плату. Поэтому тоже был поражен и наказуем. И мы понимаем, что это духовная болезнь. И с этой болезнью мог справиться только Господь. Только Бог и человек, когда он находился один на один, решая эту ситуацию. Существует ли эта проблема в наши дни, в современном христианстве, в так называемом эре Нового Завета? Я думаю, что существует. Может быть, она не внешне, не так как бы видно, но есть духовные какие-то моменты, и об этом говорит Писание. Если верующий совершает преступление против заповеди Бога и не раскаивается, его тоже, как Писание, помните, в 1 Коринфянам, 5 глава, его изолирует какое-то время, чтобы, находясь в это время, он все-таки осознал, что он сделал неправильно. И когда, читая вот вообще эту главу, я хочу сказать, что эта глава, она вообще говорит о милости Божией. Карантин – это не… Бог не списывает человека, он не ставит точку, он не ставит крест на человеке. То есть он дает шанс, он дает время человеку исправиться. И это говорит о милости Бога, потому что Бог любит людей, Бог любит каждого из нас. И он не списывает человека, потому что вот в это время, да, сейчас мы все живем в время, когда Бог, скажем так, установил карантин по всему миру, земли. Это не означает то, что там все мы там заражены или прокажены. Просто Бог, Он установил этот карантин. Для того, чтобы каждый человек, и верующие, и неверующие, они подумали, осознали, возможно, где-то исправились. И я скажу, что во всем можно найти пользу. И я слышал в новостях, что за это время карантина, слава Богу, что были закрыты инстанции, где проводят аборты. И благодаря этому карантину многие дети, они родились, и они сейчас остались живы. Поэтому, если мы находимся в такое время, мы должны искать Господа, мы должны искать Его лица. Писание говорит, чтобы мы хранили себя от сквер мира, потому что Иешуа очистил нас от старой закваски. Теперь мы бесквасны. Поэтому, дорогие друзья, братья, сестры, пусть Бог благословит вас не грешить, уповать на Бога. А если мы согрешаем, то у нас есть Хадата Иешуа Мессия, который ходатствует за нас. Поэтому, пусть Бог вас благословит. Амин. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok